дальше как обрести здоровье написали вы вот хорошая тема мне она нравится и так почему люди болеют когда человек стремится к духовному росту он должен понимать что основное качество духовности у человека это ощущение радости и проявление его доброты и здесь нужно сказать что доброта есть проявление божественной любви когда человек проявляет свою злобу то он хочет чьей-то боли таким образом когда человек говорит я тебя там не люблю ненавижу злиться и так далее то что он хочет от этого человека я бы ее ударил еще там за то что она себя так ведет таким образом человек хочет чтобы этот человек почувствовал боль таким образом человек желает сам этого не понимает то есть по-другому это звучит так вы злитесь тире вы желаете боли Тогда тот человек или те люди, или тот социум, которому вы желаете этой боли, они становятся вашими должниками. Когда человек, который на обратной стороне, начинает испытывать боль, то обычно боль приходит не в малых количествах, а в больших. И когда человек испытывает в большом количестве, то в большом количестве он, возможно, не заслуживает эту боль получить или ощутить. И в этот момент происходит обратное движение боли в вашу сторону. Тем самым можно сказать, что человек накапливает состояние болезни в тот момент, когда он испытывает состояние злости по отношению к себе, к окружающим его людей, людям и по отношению к тем людям, которые живут вне его. Как это происходит? Это разочарование приводит к злости, ненависть приводит к злости, эгоизм приводит к злости и так далее. Есть Будда, его изображают обычно в виде такого синего Будды, есть описание этого Будды синего цвета. И есть книга, которая называется Варь Дурьян Бо, что в переводе на русский язык обозначает Будда цветом Ляпис Лазурит. Или Лханд Хабс, который буквально звучит как синий цвет. Таким образом, можно сказать, что одна из идей появления изображения синего Будды заключается в том, что синий цвет является цветом добра. Вот смотрите, о чем говорил Иисус Христос. Он говорил в свое время, проявляйте любовь. Но на самом деле, любовь может быть злой. То есть в тот момент, когда человек проявляет любовь, то он проявляет ее в злобном виде или нет? Нет. Для того, чтобы проявить любовь, человеку необходимо качество доброты. Нельзя проявить любовь из зла. Не бывает так. Таким образом, человек проявляет свою любовь, исходя из качества своей переполненной доброты. То есть любовь можно проявить только через компонент внутренней доброты. Я добр настолько, что я могу проявить свою любовь. Вот без вот этого качества доброты этого сделать нельзя. И тибетцы считали, что проявление доброты это цвет синий. То есть человек, который добрый, он синий. Я извиняюсь за такую аналогию. И они говорили, что Бог проявляет свою доброту через небо. Посмотри, небо же голубое, значит Бог проявляет свою доброту сверху. А потом они говорили, вода проявляет свою доброту из океана. Посмотри, вода же голубая. Так и человек проявляет свою доброту. И там сказано, что если человек представляет себя наполненным в середине себя или внутри себя своего тела синим цветом, темно-синей водой, то человек будет всегда здоровым. Но там есть примета такая. Если он придерживается пути добродетели, что по-другому звучит так. Будьте добрыми. Каждое утро просыпаясь, произносите слова. Я добрый, добрый человек. Я добрый, добрый человек. Засыпайте со словами. Я добрый, добрый человек. Произносите себе их на протяжении дня. Я добрый, добрый человек. Поставьте тире. Делайте это ежедневно. Вы будете в восторге и в шоке от того, насколько это мощно изменит вашу судьбу. Вся наша злоба, вся наша злость, наше раздражение, разочарование, накопление и так далее, независимо ни от чего, приводит нас к тому, что мы становимся недобрыми людьми, а за недоброту нас наказывает. Душа больше всего боится злобы, так как злоба это антидот Бога в человеческой душе. Если бы Бог был злым существом, то людей никогда бы не было на планете Земля. И единственное доказательство всемогущества и доброты по отношению к миру Бога, это наличие самого мира. В том, что мир сейчас существует, разве это не является доказательством того, что Бог, всемогущее существо, хотя многие в это не верят, является существом, которое доброе. Поэтому человек, стремящийся к тому, чтобы быть подобным Богу, должен быть добрым и терпеливым. А мы обычно нетерпеливые, недобрые, ну и в большинстве своем злобные.